мир всем рубрика вы об этом спрашивали сегодня расскажу вам про мой сарай задавали вопрос из чего он сделан почему я сделал именно его таким и каких он размеров сегодня вам расскажу и покажу прямо на примере а пока я буду ходить показывать подписывайтесь на наш канал ставьте нравится нажимайте колокольчик чтобы не пропустить следующее видео и мы начинаем итак вы задавали вопрос почему я сделал такой сарай и вообще из чего значит любое дело когда ты не знаешь то есть а сарай это для меня было вообще что-то новенькое когда сюда переехал естественно как бы пытаешься взять у кого-то и подсмотреть то есть спросить у опытных в общем взять уже проверенное вот соответственно я был у брата вот который уже жил здесь когда мы приехали и собственно посмотрел его сарай примерно для себя решил что у меня будет такой же вот по размерам ну посмотрел на его сара и думаю чтобы потом не пришлось добавлять или там чтобы он не был маленьким я решил еще добавить себе соответственно я сделал его 20 метров в длину и 77 метров ширину у меня в мыслях было так что значит в сарае должна быть обязательно так называемая взлетка как у нас в армии называлась проход коридор который идет посередине вот сейчас мы покажем и соответственно по бокам там должны быть какие-то клеточки вот какие-то отсеки у меня это было в армии также когда я служил в москве я служил в почетно кавалерийском эскорте президентского полка у нас были конюшни там и там были кони соответственно вот тоже такие были длинные сараи посредине проход и соответственно клеточки с конями вот я считаю это самую как бы ну один из удобных вариантов посредине ты будешь ходить там что-то таскать и так далее сейчас мы пойдем вовнутрь уже рассказывал своих первых видео о том из чего я его сделал просто сегодня еще раз повторюсь ну как бы уже у меня некий опыт прошел то есть мы шесть лет прожили в деревне я расскажу все-таки плюсы и минусы моей данной постройки значит как мы видим вот и сарай я сделал из пенопласта то есть сарай был каркасный соответственно это как бы такая быстрая постройка и кстати к слову сказать мы его начали строить 26 августа казалось бы ну то есть все уже уже вот-вот уже зева на носу но у нас было такое серьезное желание у меня то есть потому что у меня уже была некоторая скотина которую нужно было где-то зимой сохранить вот соответственно прям надо было срочно строить сарай вот мы сделали каркас строили мы вдвоем его с братом значит собственно не я не строитель не он не строитель но я говорю когда есть желание и чуть-чуть небольшой опыт был по плане что мы когда-то кому-то помогали где-то там работали вот третий брат старшего нам пока начал только помог начать то есть у него был опыт уже все соответственно мы все остальное уже сделали сами сделали каркас потом значит пришлось пенопласт вставлять значит закрыли пенопластом здесь единственный как бы ну минус наверно в этом строительстве который можно тоже в плюс в общем сделать нужно очень очень хорошо защитить пенопласт защитить пенопласт железом соответственно снизу там в общем как это насколько это возможно значит и своего опыта что сделал я мы тоже его вроде защитили везде вот насколько это было возможно но на перегородках вот дальше там там фундамента не было соответственно я там ложил какие-то шпалы вот на них уже ставил стойки и соответственно где-то там через эти шпалы где-то мышки прогрызли вот и было такое что там где-то мышка жила то есть ну я от нее избавился вот но все равно риск остался вот соответственно в этих стенках если как бы хорошо мы все закрыли то вот там как-то я не досмотрел вот идем дальше вот к слову сказать я тут еще себе двух поросят подкупил то есть у нас уже два эти двухмесячные вот эти месяцем с лишним пока у нас есть козье молоко то есть мы их подкармливаем козьим молоком это очень хорошо помогает им прям расти прям хорошо ну и дробленочку тут варю соломка у них и так про что я говорил чтобы обязательно был проход вот это очень удобно когда ты ходишь здесь то есть получается у тебя клеточка с этой стороны клеточка с этой стороны здесь я сделал значит две клеточки под свиней одну побольше другую поменьше делал все исключительно сам ну как я как я себе это представлял вот сюда я козь сделал здесь у меня курятник как вот я представлял так и сделал то есть может быть сейчас опыта может быть там ну там может быть что-то быть переделал наверно ну в принципе плюс-минус у меня сделано нормально вот какие-то были элементы мешались я тут убрал чтобы окна окна я сделал из сотого карбоната это я уже говорил тоже сделал их как бы двухслойными но два слоя мало соответственно нужно там слоя 3-4 собственно света хватает всегда вот единственно что холодновато что нужно значит больше больше слоев сотового карбоната и самое главное в этом термосе поскольку сарае из пенопласта он является термосом очень важно эта система вентиляции вот значит по первости я не мог понять думаю почему это да ну потом как бы дошло что понятно сырость должна быть вытяжка и по всей видимости не просто вытяжка а принудительно потом я купил вентилятор вот но я так думаю что может быть даже его одного мало то есть еще нужно приточка то есть все это можно рассчитать на такой объем сколько у тебя должна быть вытяжка чтобы ну здесь была плюс-минус нормальная как бы не влажная атмосфера ну вот такой вентилятор по всей видимости даже на этот сарай я еще не просчитывал надо по всей видимости либо больше либо еще где-то такую же вытяжку сделать сделаю его значит именно в этом конце то есть там у меня затяжка опять же все ориентировался примерно на розу ветров то есть ветер у нас дует как бы с той стороны с той стены на ту стену дует вот ближе к этой стене то есть он выходит ведро я подставил пока ничего другого не придумал для конденсата потому что там капает конденсат с трубы там она у меня утеплена снаружи периодически я выливаю это легендарный биточек растет паре какие уши большие у него говорят его отец был 50 килограммов с лишним то есть я представляю там такое козлище здорово посмотрим так ничего не вроде живут дружненько это уже большие ребята это наши а это он так здесь у меня в этой половине стоит кубовый бак кубовый бак вот эти вот еврокубы очень хорошее изобретение так скажем мне они очень нравятся набрал сюда воды и на мое хозяйство ну раньше где-то на месяц сейчас где-то на полмесяца хватает прекрасно мало того что я еще сделал поилки это помещение у меня на более теплые потому что ну вся основная скотина здесь значит соответственно тут плюсовая температура вода не замерзает и вода уходит отсюда по поилкам для кур и для коз везде у меня поилки есть для коз очень удобно у кур всегда свежая вода ты тут не бегаешь с ведрами и козы всегда могут попить в любой момент когда им это захочется вот я себе так представил что кубовый бак должен стоять где-то здесь ну вот так и сделал то есть можно не знаю где-то вы его может другом месте поставить но самое главное что он должен быть в тепле его может быть можно было и на второй этаж поставить но там холодно либо его значит надо было чем-то утеплять зато здесь было бы место ну вот я так решил дальше я рассчитал что в любом сарае если ты делаешь животных то есть где-то зерно хранилище но я так подумал что оно должно быть посередине сарая то есть чтобы я мог ходить и в этом направлении сюда что-то таскать и в том направлении вот собственно у меня получается сарай делится как бы на две части посередине метра ты наверно да вот то есть это зерно хранилище здесь я понятно все железо мобил три сделал отделение тихо 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 три отделения для трех видов этих зерновых для разных сделал ну больше я не стал делать на самом деле если кто держит хозяйство больше это отделение маленький наверное еще там что-то понадобится ну вот пока в принципе для моего хозяйства мне это хватает для моего уровня там если если еще нужно можно еще бочки забить здесь же находится зернодробилка у меня здесь я дроблю зерно дробленку эту таскаю вот сюда под баком у меня есть и чан такой в котором я запариваю значит свиньям ну что еще отсюда у меня есть ход на второй этаж сарай значит почему-то почему-то мне захотелось его сделать двухэтажным вообще любое двухэтажное строение она выиграет в том что получается все находится под одной крышей то есть получается как бы два помещения они находятся под одной крышей ну и практически с одними стенами вот второй этаж в принципе слава богу что мы его сделали мы же его сделали делали сразу то есть когда каркас сделали ну сразу высокие его делали вот там у нас лежат всякие вещи наши вот то есть как мы переехали а мы тоже переезжали у нас кое-какое богатство было нажитое непосредным трудом ну всякие там в общем всякие вещи вот поэтому туда складируем сейчас вот бывает сейчас уже что-то появляется тоже какие-то объемные вещи там какие-то бутылки пластиковые там еще что-то вот ну всякая тара там вот все это там хранится и мало того что у меня есть такая такое желание которое было еще изначально попробовать там организовать оранжерею ну как-то я где-то почитал что вот на втором этаже там если вот сделать все значит ну там не обязательно стеклянным из сотового карбоната то в принципе может что-то получится я думаю что когда-нибудь у меня дойдут до этого руки и мы это все-таки реализуем это будет моя такая ну не знаю мечта дальше мы заходим в следующую половину которую я достраивал уже постепенно то есть у меня вообще когда мы вот 24 августа 26 до игру мы начали строить этот сарай мы сделали каркас накрыли крыши все и я потом не знал как поступить время очень сильно поджимала работы было еще много ну и просто не подсказали говорит ты делай сейчас ту половину для зимы в которой будут жить все животные но это была хорошая подсказка значит естественно я все силы направил именно туда естественно мне помогали вот и сделали только первую половину вот с нее получается выходишь зернодробилки не было выходишь на улицу просто здесь просто стоял каркас дул ветер был снег вот но так я прожил первую зиму потом я зашел дальше и так далее вот соответственно вот эта половина я уже достраивал постепенно тут у меня всякие эксперименты были в общем тут и куры жили у меня сейчас у меня тут а козы живут часть в этой значит вот в этом отделении самого начала у меня тут был то же самый такой один из интересных экспериментов у меня жили здесь страусы вот они были здесь самые первые сейчас живут здесь козы у меня бычки там там до этого корова жила собственно две вот этих части то есть который разделять зернодробилка зернохранилища они одинаковые по длине по ширине вот тоже получается можно сделать здесь что угодно вот так же вот видно взлет когда идет этот коридор я так называю вот и тут можно разделить либо клеточки для коз то есть потом время покажет просто сейчас это вот стоит как бы вот так как есть вот а потом у меня уже есть помещение я уже определюсь что мне необходимо именно сделать вот соответственно ну что пенопласт значит какой минус я допустил что я не сделал сразу почему-то мы поторопились я это уже освещал что мой сарай зашит железом это плюс то есть ты железом зашил и ты ему больше не прикасаешься минус в том что вот она железо я не оставила расстояние до пенопласта то есть нужны были контур значит бруски такие вот на которых я уже накручиваю железо чтобы было пространство для воздуха то есть там должен гулять воздух чтобы как бы все высушить и так положено по технологии пароизоляцию естественно там натягиваешь вот почему-то мы поторопились и я этого не сделал соответственно эту работу ну наверно мне надо будет обязательно ее сделать пока вот я делаю какие-то нужные вещи вот а до этого я все равно когда нибудь дойду и конечно же конечно же еще утеплить окна то есть еще там ну как-то сделать еще муж один слой сотого карбоната вот так плотненько то есть как стеклопакет соответственно будет тепло в этом помещении у меня поилок нету потому что она такой но более холодная хотя здесь в этом в эту зиму жили животные соответственно было тоже тепло ну и также также обязательно дверь дверь на эту сторону получается у меня вообще вот этот вот коридор он сквозной с одного конца другой вот а тут уже друзья стоят вот можно выходить сюда также здесь сено здесь у меня как этот летний такой выгул для козлят ну сначала здесь у меня тут страусы были козлята и все кто летом у меня отдельно живут то есть вот они здесь находятся на изоляции так скажем я вспомнил еще один момент сделал бы я на тот момент когда мы начали строить вот исходя из опыта там из чего-то другого из какого-то другого материала то царо я не знаю просто на тот момент когда я делал это было актуально нам нужно было быстро как раз на строительство это быстро строительство как бы это не дешевая но тут тут наверно самый дорогой было железо но зато железом закрыл и все и забыл вообще навсегда если его там не бить не протыкать не красить не знаю ничего не нужно делать это легкое строительство каркас пенопласт строительство легкой какие-то шпалы там бревна не знаю там брус это тяжелое строительство это все-таки намного дольше вот а тут мы два человека в принципе ну вот сделали такой большой как ковчег этот сарай потому что ну когда его делали так он интерес осмотрелся поэтому с какой-то в какой-то степени это оправдана каркас на строительство в если говорить о каком-то другом материале вот ну на тот момент я говорю проще было пенопласт в принципе это неплохо как термос в нем тепло но главное его защитить от мышей вот если его грамотно защитил железом опять же тоже дополнительно как бы затрата там на плоский лист железа то ты можешь спать спокойно тебе никто его там не подгрезет ничего с ними случится поэтому я думаю что я сделал и просто за ним теперь нужно смотреть и это теперь надолго мне хватит и там ну другой басара я бы не знаю там посоветую я кому-то или нет вот хотя если есть возможность из чего-то из другого сделать ну делайте пожалуйста вот в принципе делают из пеноблока из шпал то есть вариантов много вот и жить можно и содержать скотину можно везде вот такая пометочка так я постарался возможно по возможности значит все рассказать насколько это возможно вот ну вроде как все показал значит зенодробилки я пол забетонировал соответственно тоже на это мы пришлось потратиться это обязательно потому что но здесь по-другому никак здесь все равно должна быть какая-то защита то есть в железе все там уж какие-то будут там выше пробегать но это это ерунда вот но бетонный пол обязательно везде электричество у меня проведено значит эти фонарики светодиодные они мне очень нравятся очень помогают они экономичные что еще у сарая я если может быть снаружи было незаметно сделал крышу именно под розу ветров роза ветров у нас отсюда идет вот соответственно крыша вот с таким наклоном то есть ветер снег весь выдувает у меня снега на крыше вообще нету это очень правильно что есть сделал бы если в другом направлении то наметался больше больше сугроб надо было бы скидывать и так далее крышу я сделал односкатно то есть это самый простой вариант крыши теперь у меня главная задача одна из главных задач это использовать максимально полезность вот этой крыши в плане дождевой воды вот я уже чуть-чуть собираю там желобками ну постараюсь сделать значит один большой желоб на всю крышу и найти какую-то емкость большую вот я тоже сейчас ну занимаюсь этим поиском потому что много маленьких но не совсем удобно у меня есть небольшие емкости там кубы на полтора железные вот еще предлагают дождевая вода она очень полезна для огорода и соответственно у нас тут пока у меня колодца еще нет она нам очень нужна вот и бывает лето собственно практически каждое лето бывает очень сильно жарко и засушливо вот мы поливаем этой водой пока она не закончится потом из используем колодец берем у родителей вот ну собственно все если есть какие-то вопросы задавайте будем отвечать показывать рассказывать ну и все всего доброго оставайтесь богом если вам понравился этот ролик ставьте лайк делитесь этим видео с друзьями выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал впереди будет много интересного и полезного а